Это было летом, там деревня, вот это все, рыбалка, мне было то ли 7, то ли 8 лет где-то вот так, я так не хотел уезжать, но приехали родители, просто приехали, и вот даже не спрашивая меня, посадили меня в автомобиль и увезли, представляешь, а я наслаждался процессом в деревне. И вот так случается с каждым ребенком, Милена, с каждым ребенком, который уже все, привык отдыхать, ну тут на тебе, пожалуйста, август закончился и в школу идти. Еще вставать в 7 утра, в завтрак по расписанию, зарядка. В ритм вообще вписаться это очень сложно после таких каникул, правильно? Мы-то можем взрослым себе помочь. И то не всегда, и то не всегда. И реально после отпуска тяжело начать работать, продолжить работать, да? Мы можем что сделать? Обратиться к психологу или к подружке, что мы там обычно делаем, да? Мы-то можем все, а вот нашим деткам действительно приходится тяжело, потому что не всегда они могут выражать свои мысли, и не всегда они говорят, что им не нравится, что тяжело, что с трудом получается. И вот как ему объяснить, что надо идти в школу? Надо. И как с точки зрения здоровья, да, сформулировать, срегулировать график и режим так, чтобы ребенку было комфортно. Именно обо всем об этом мы сегодня поговорим с нашим специалистом, который находится уже в студии. Это врач-педиатр Лейсан Забирова. Лейсан, здравствуйте. Здравствуйте. Вы готовы к школе? Готовы морально. Готовы морально. То есть, ну, уже есть какие-то там посещения, типа, вот мой не хочет идти в школу, категорически против, типа, да? Пока, конечно, таких обращений нет, а мы уже за месяц до начала учебного года уже начали готовить документы, то есть это медицинский осмотр, это прививки, поэтому мы уже заблаговременно были готовы к началу учебного года. А вот родителям вообще к чему надо быть готовым? Вот, ну, скоро аж учебный год. Самое первое, конечно, начало учебного года, это большой стресс для родителей, так и для ребенка, то есть меняется для ребенка практически все. Жизнь меняется на 180 градусов. Самое первое, это, конечно, самое тяжелое, это режим дня, то есть после каникул адаптироваться для ребенка, это крайне тяжело, это стресс большой. Второе, это, конечно же, если это первоклассник или ребенок поступает впервые в детское учреждение, то это, конечно же, нужно себя собрать, скажем так, всю волой в кулак и начать выполнять домашние задания, то есть это определенные обязанности появляются. Третий, это, конечно же, сон, то есть он должен быть полноценным, обязательно для того, чтобы ребенок, ту нагрузку, которая у него появилась, чтобы он мог преодолеть. Ну и новая среда, новые знакомства, и, конечно же, сейчас начинается осень, поэтому не забываем то, что подъем заболеваемости, что, в принципе, большой стресс для родителей, это как раз подъем заболеваемости. Надо немного разбавить ситуацию, то есть, когда учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ну, тема действительно очень серьезная, вот про режим тоже заговорили, как уже сейчас начать ребенка чуть-чуть, вот, да, с первого сентября, наверное, не так рано его нужно поднимать, может быть, чуть-чуть попозже, вот есть какие-то советы? Первая смена, вторая смена, куда лучше обращаться, куда лучше идти? Ну, то есть, у нас уже по стандартам есть то, что, есть регламент, то есть, определенные детишки начальных классов, это обязательно первая смена, которая постарше, уже вторая. Конечно, привыкать, то есть, сразу нужно с деревни, сразу на первое сентября, конечно, так делать крайне нежелательно, потому что это стресс для организма, для ребенка, и для родителей будет стресс будить ребенка утром. Вот, конечно, к режиму нужно заблаговременно, хотя бы за две недели готовить ребенка. В принципе, учебные заведения дают такое время для раскачки, скажем так, для родителей, и сразу занятия в течение, там, двух недель у них идет пока график, пока режим, пока секция они, то есть, где-то учеба начинается, грубо говоря, в конце сентября, в начале октября, что, в принципе, для ребенка, потому что не все на каникулах начинают готовить ребенка своего психически или морально, например, к режиму. Поэтому, конечно, самое первое – это делать заблаговременно. Второе – понимать, для чего нужен этот режим, потому что, чтобы ребенку, когда организм привыкает к определенному времени, то есть, например, определенный завтрак, ужин, обед, домашние задания, то есть для ребенка будет потом намного легче даже самому вставать. Третье – это, конечно же, планирование времени, особенно для детишек постарше, которые посещают какие-то секции, чтобы он мог сам располагаться своим временем. То есть, одно дело, когда он целый день отдан себе, другое дело, когда он знает, во сколько у него домашние задания, во сколько физическая активность и, например, какие-то секции, чтобы ребенок точно знал, что он может, допустим, посещать одну-две секции или, например, не запишется на все 10. То есть, это, конечно же, планирование, тайм-менеджинг, как для родителей, так и для ребенка детства нужно приучать. Ну и, конечно же, чтобы с той нагрузкой, которая в любом случае стресс для ребенка, это домашнее задание, да, сейчас тем более большое количество их выдают, объем, чтобы организм справлялся, то, конечно же, для ребенка нужно постепенно к режиму все равно приучать. Ну и полноценный здоровый сон – это, конечно же, успеваемость и здоровье. Сколько полноценный здоровый сон для ребенка? Ребенок должен засыпать в школьник, как правило, до 10 вечера и спать полноценно до 7 утра, то есть 9-часовой минимум. Сон – это полноценный. Бывает, вот у меня у племянницы была история, ну невозможно ее просто с утра поднять, они ложатся в 9-10, но она не высыпается, это по ребенку видно. Вот с чем это может быть связано и тогда куда обращаться родителям, может быть, к специалистам? Это может быть связано с тем, что когда особенно вечером приходят родители, обычно папа приходит вечером и начинаются эти игры, и гиперактивность, когда повышена перед сном, то у ребенка, в принципе, он ложится, но он до конца не может пока успокоиться, поэтому перед сном нужно за 2 часа до сна или за час ребенок должен поужинать, то есть он не ложится с набитым животом, для того, чтобы во время сна у ребенка отдыхает головной мозг. Что там с папой еще раз? Нам не играть получается здесь? Стараться лучше играть спокойные игры, то есть книжку почитать, это тоже ваше времяпровождение, развивательные игры какие-нибудь, или можно даже после ужина прогуляться, не обязательно, чтобы он бегал, играл на детской площадке, в догонялке играл, а именно прогуляться. В этот момент можно, конечно, подготовить как раз комнату для сна ребенка, то есть проветрить его, и здесь увлажнитель включить возле ребенка увлажнители, тем более сейчас будет отопительный сезон, да, ну и тем самым, пока мы почитаем книжку, ребенок успокоится, особенно после душа, например, и включить колыбельный, если это ребенок, допустим, посещает детские сады, ну вот тем самым морально подготовить к спокойному сну. Вот про детский сад заговорили сразу же, я вспомнила его, знакомые постоянно жалуются, вот говорят, сейчас сентябрь-октябрь начнется, там садик один день сходишь, потом две недели на больничном. Вот есть ли какие-то советы, как ребенка уберечь от различных заболеваний? Конечно же, если родители хотят какую-то волшебную таблетку, чтобы купить какие-то витамины, что-нибудь, оксалинку, мазь, еще что-нибудь, и ребенок их, чтобы не болел. Или еще, допустим, говорят, что у нас часто ребенок болеет, лучше мы один раз в месяц, например, сводим, и все. Конечно же, у каждого ребенка есть свой иммунитет. Он может отличаться по многим факторам, это и наследственность, да, у кого-то он крепче, у кого-то нет, ну и, конечно же, от условий, то есть от режима питания, от забалансированного, от сна, например, да, также зависит, от приема препаратов каких-то, то есть от многих факторов. Что можем, это, конечно же, выстроить режим дня, чтобы у ребенка был режим, то есть это не будет уже уменьшаемый стресс для организма. Второе, полноценный сон. Третье, мы должны понимать, что ребенок, если он посещает детское учреждение, то он может ежемесячно болеть. То есть один раз в месяц – это нечасто болеющий ребенок. Почему? Потому что каждый раз, когда он приходит в детское учреждение, это новая флора. То есть он пришел, и у нас повышается температура, появляется насморк, а это… или кашель, например. Нужно понимать, что это защита нашего организма. И иммунитет вырабатывается не тогда, когда мы принимаем какие-то витамины, да, препараты какие-то, колем что-то, а иммунитет вырабатывается, когда повышается температура и когда вырабатываются ответные реакции. И чем чаще ребенок, можно сказать, грубо говоря, болеет, чем чаще это включается иммунная система, тем больше у него будет иммунного ответа памяти, и чем реже ребенок, естественно, в школьном возрасте будет меньше болеть. Я тоже об этом слышал, типа там даже родители чуть ли не радовались, типа «Ура! Мой ребенок заболел! Наконец-то!» Потому что закаляется организм на самом деле. Конечно, конечно. То есть если, например, ребенок два дня протемпературил, там есть остаточный кашель, у детей он может быть более длительный, причем в этот период ребенок не заразен для других. Но некоторые стараются выбирать выжидательную тактику, и 2-3 недели они будут у бабушки, а потом снова и, естественно, снова. Это новые флоры, и опять все по кругу, и они стараются обезопасить себя, свои нервы, чтобы не лечить, чтобы ребенку ничего не давать, они стараются побольше у бабушек, дедушек. Но все это, соответственно, иммунной памяти нет, иммунного ответа, поэтому это все переносится просто на школьный возраст, и тем самым тоже самое флора, тоже самое иммунитет и так далее. Поэтому лучше, конечно, в детском возрасте, чтобы ребенок окреп. Это, получается, в беседах, вот в садике же есть, в садике, когда пишут, а зачем вы привели ребенка, сопельки у него текут, да? Наоборот, надо написать, не благодарите. Я для вас стараюсь. Пусть ваш ребенок тоже закаляется. Алло, правильно же? То есть во время температуры, конечно, у ребенка болеющего с острой инфекцией мы не вводим в детские сады, но когда у нас остаточный насморк или кашель, и вы были у врача, и врач, конечно же, удостоверился в том, что нет никакой опасности для других при осадочном кашле. Я повторюсь, он может быть длительным на протяжении двух недель, но при этом, если анализы хорошие, после осмотра врача мы видим, что никакой клиники нет опасности для других, то можно, конечно, посещать детские учреждения. Ну и второй момент – это, конечно же, вакцина-профилактика. То есть сейчас уже идет эпидемический, скоро начнется, эпидемический рост заболеваемости по гриппу. Это, конечно, своевременная вакцинация. Сейчас грипп идет основное – это острые вирусные заболевания, которые очень опасны среди других острых респираторных вирусных инфекций тем, что очень много осложнений. И единственное, что мы можем обезопасить, то есть ребенок будет посещать детское учреждение, тем более если двое-трое детей, то есть риск заражения крайне высок. Поэтому мы можем, начиная с полугода, мы можем вакцинировать своих детишек, в том числе взрослого населения. Вот когда нужно начинать вакцинацию? Шести месяцев. Если у нас есть груднички дома, то есть до шести месяцев, и мы им, в принципе, не можем в таком возрасте вакцинироваться от гриппа, то мы можем обезопасить его тем самым, что мы сами вакцинируемся, и мы уже не будем для него источником заболевания. Ну и, конечно, если мы знаем, что мы идем в гости на день рождения, и если мы знаем, что там ребенок болеет, то лучше, конечно же, обезопасить себя и не идти на такое мероприятие. То есть быть бдительным в любом случае? Раз в год обязательно вакцинироваться, там по исследованиям заблаговременно, конечно, узнают, какие штаммы будут гриппы, и за 2-3 недели после вакцинации у нас сформируется иммунитет, который длится, в принципе, целый год, поэтому раз в год, в принципе, вакцинироваться от гриппа. И сейчас как раз начинается активная вакцина-профилактика. То есть уже можно обращаться и начать... Да, конечно. Есть сови гриппс, ультрик, ультрикс, поэтому можно уже начать. Мне вопрос, мне вопрос. Сейчас вот очнутся вот альбомы для рисования, тетрадки, книжки, да, вот это вот. И мне просто постоянно, частенько, я прям с садика помню, как мне говорят, Олег не сутулься, Олег, выпрямись, Олег, выпрямись. Как с детства ребенка приучить? Есть ли какой-то секрет, чтобы вот, ну, не было вот этого, чтобы он ровненько сидел и писал, печатал? Самое главное с детства, конечно, когда еще ребенок не поступает в школу, да, с садика, он у нас все равно что-то пытается рисовать и так далее. То есть самое первое – это организовать место, где ребенок будет дошкольного возраста, допустим, его уголок будет, да, где он будет там рисовать или тоже сама зайку собирать и так далее. И родители сами должны контролировать, показывать, что он должен держать спинку. Правильно подобранный стульчик, что когда ребенок садится, должен быть 90 градусов, например, да, то он не должен на носочках, ноги не должны висеть и так далее. Правильно падение света, то есть если он правша, то обязательно с левой стороны, если левша, то с правой стороны. Уровень, конечно, стола, то есть он должен быть где-то на 20 сантиметров ниже грудной клетки. То есть правильно подобранный уголок – это очень важно для ребенка в дальнейшем. Ну и, конечно же, например, рюкзаки, ранцы сейчас, то есть большой выбор есть для родителей на любой вкус и цвет. Конечно же, предпочтение отдавать рюкзакам и ранцам для того, чтобы было правильное распределение на нагрузку именно на позвоночник. То есть ни в коем случае малышам, тем более сейчас большое, много у них учебников, много тетради, то есть не должна быть нагрузка на правое или на левое плечо. Соответственно, будет нагрузка неправильная, ребенок так адаптируется, и, соответственно, это будет риск как раз нарушения осанки. Когда ребенок делает домашнее задание, родители должны все равно правильно, помимо организации его места для исполнения домашних заданий, также должны сами показывать, как правильно держать ручку, как правильно ребенок должен сидеть, и они должны в первое время сами контролировать. Потому что ребенок... Объясните, почему это важно. Во-первых, ребенок уже должен сам понимать, для чего это надо. И объяснить, что это для здоровья нужно, что это может быть вот такие, например. То есть разговаривать и объяснять. Потому что если... Некоторые не объясняют, сразу надевают какие-то корсеты и так далее. Что такое корсет? Он просто держит. То есть... А у нас должно быть свое укрепление. То есть когда ребенок сам контролирует, сам держит позвоночник, это у нас напрягаются мышцы. То есть организм сам работает, да? А если мы одеваем просто корсет, то же самое он может в корсете, ну, сутулиться. То есть он просто привыкнет... Только нюансов? Да, он просто привыкнет, и не факт, что если он будет корсет носить, то он обязательно будет держать осанку. То есть он может снять... Вы только всего знаете, на самом деле. Я говорю, вы с вами можете сидеть и сидеть, и общаться, и общаться. На самом деле мы благодарны вам за вот всю информацию, которую мы сейчас слили, вылили, рассказали нашим телезрителям. У меня просто мозг все переваривает. Я все сохранил, я все записал, запомнил. Это прям очень круто. Каждый раз просто новая информация, мы тоже ищем достоверные источники. Если что-то мы узнали новое, мы тоже меняем свое мнение. Конечно, за весь прием, за 12 минут, это невозможно все рассказать. Но если родители спрашивают, то есть задают интересующие вопросы, то никогда не против и всегда, конечно, расскажем. Спасибо вам большое. Лесян, спасибо большое, что нашли время в своем плотном графике. Сегодня пришли к нам, поделились действительно очень ценной информацией. Как здорово, что есть такие люди, потому что много же молодых семей, которые не знают. Я смотрела на Лесяна и думала, господи, я обожаю просто таких молодых, умных специалистов, которые действительно разбираются в своей теме, в своей деятельности и могут дать действительно стоящие советы. Я думаю, это наш теперь будет постоянный эксперт, друзья. Если будут вопросы, то пишите. Мы обязательно будем обсуждать их в прямом эфире шоу «Столица».